В Алматы начался сбор подписей под петицией против сноса очередного исторического объекта. Трехэтажное сооружение в старом центре города в советские времена входило в комплекс правительственных зданий. Но в последние годы выполняло функцию бизнес-центра. Теперь на его месте планируется возвести многофункциональный комплекс. Эта часть города все еще хранит в себе тот самый дух старой Алматы. Невысокие дома, балконы с каменной балюстрадой, архитектурный ансамбль, который местами нарушается новостройками. О том, что в этом районе планируется снос еще одного исторического объекта, отделе Нурмаков узнал от арендаторов. В прошлом году они получили первые уведомления о выселении. Активист выяснил, что на освободившейся территории планируется возведение многоэтажного комплекса. Это совершенно новое здание. От старого ничего не планируется оставлять. И оно, очевидно, нарушит ансамбль проспекта Желтоксан, скажем так. То есть у всей улицы есть, должен быть, по крайней мере, определенный облик и определенный стиль. За сохранение этого стиля активист начал сбор подписей. Петицию Акиму Алматы буквально за несколько дней поддержали сотни горожан. Они высказали свою обеспокоенность внешним видом не только этого района, но и всей исторической части Алматы. Старый центр, эта часть Алматы, всегда была богата на исторические здания. Они есть и сейчас, но уже не в том количестве. Да и на фоне громадных новостроек, пожалуй, потеряли былое величие. За последние несколько лет вдоль одной только улицы Курмагазы, по словам активистов, под снос пошли несколько исторических построек. На их место возводят бизнес-центры и многоэтажные элитные комплексы, которые до неузнаваемости меняют облик города. Но и необходимость строительства таких зданий неоспоримо, считают краеведы. Они предлагают властям продолжать застройку, разделив город на две зоны – новую и старую. Есть Рига, допустим. В этой Риге есть Вецрига, Старая Рига и Новая Рига. Люди хоть хотят посмотреть Старую Ригу, идут сюда. Есть туристы, которые приезжают смотреть. И могли бы похвастаться мы тоже своими историческими зданиями, сооружениями. Но у нас же есть новая часть города, которая могла бы сдвинуться в сторону, и там бы шло новое строительство. В Акимате Алматы ситуацию пока не комментируют. Между тем, в интернете уже появились наброски того, что планируется построить на месте бывшего правительственного здания. Один вариант реконструкции предполагает строительство бизнес-центра класса А с торговыми площадями и гостиницей. Но это только предложение на усмотрение собственника. Связаться с компанией, на балансе которой находится этот комплекс, нам так и не удалось.